Приветствую вас. Пока что ваши мысли о смерти выглядят так, как будто вы пытаетесь от чего-то убежать. То есть пока ваши мысли о смерти выглядят так, что именно в них, именно в ней, в смерти вы видите для себя какое-то, ну, может быть, избавление, может быть, какое-то облегчение. Вот. Пока что, на мой взгляд, это, ну, видится мне, по крайней мере, именно так. Значит, отдельного внимания заслуживает факт того, что вы испытываете проблемы со здоровьем. Вот. Отдельного внимания заслуживает этот факт, что вы испытываете проблемы со здоровьем. Здесь я поделюсь своего коллегу и спрашиваю вас, почему вы не обследовали свою щитовидную железу. Значит, ведь это ваше здоровье, это здоровье ваших детей, в этом контексте, конечно, не совсем ясно, почему вы не прошли обследование, хотя оно для вас очень важно. Дальше. Меня зовут Дарья, пишите вы, мне 22 года, мне мешают нормально, спокойно жить, мои мысли. Мысли о смерти, старости, о том, что раньше было лучше, зачем жить, если я умру. По факту, по факту, эти мысли, да, они вас от чего-то защищают. По факту, эти мысли вам для чего-то даны. Они почему-то появляются. И только в том, чтобы определить, почему они появляются. Из-за чего они появляются. Эти мысли ваши. Понимаете? Опять же, могу сказать, да, что пока что, пока что, ситуация складывается так, да, что, эти мысли приходят к вам потому, что, вы не реализуете свои желания. Потому что, вы не, ну, не продвигаете свои желания. Понимаете? Какая история. Вы их выжимаете. По сути дела. Вот. И тонкость здесь. Именно в этом, что вы устали, хотите отдохнуть, что вы не свободны. То есть, вам кто-то или что-то запретило быть свободной. Вот, нужно разбираться с этим. Вот. Если бы мыслей не было. Этих. Да? У вас. Если бы не было этих мыслей. Которые вот имеют место быть. То, как бы, как бы вы жили? Что бы вы делали? Понимаете, да? Как бы вы себя вели? Какой бы образ жизни был у вас? Вот вы говорите, что вам четыре года... Вы четыре года в декрессе. Да? А? Из-за чего такая спешка в создании брака? Семьи. По сути, в 18 лет вы стали мамой. То есть, довольно рано. Вы не учитесь, не работаете, да? Ничего такого не делаете. Не реализуетесь никак. И... Вот только в том, как субъективно, то есть, с вашей стороны, это стало возможным. Благодаря чему с вашей стороны это стало возможным. Далее. Значит, у меня двое детей и муж. Ну, 22 года. Двое детей и муж. Опять же, опять же. Спешка, да? И потеря личностного смысла. Потому что вам сейчас в норме. Нужно заниматься другим собой. Своим развитием. Своим становлением. Так. Особо жаловаться не на что, но эти мысли из ниоткуда, бывают даже ночью, просыпаются от шорока или ребенок плачет, начинают гонять эти мысли. Ну, потому-то... Вам не нравится такая жизнь. Бывало, что просыпаюсь посреди ночи, воздуха не хватает. И зверх сколотится. Это проблема со здоровьем, однозначно. Подрещу проходит, но в этот момент у меня одна мысль, что я умираю. Это скорее то, что вам хочется умереть, чтобы избавиться от того образа жизни, в котором вы находитесь. Посреди дня может стать ночь, может стать страшно и хочется плакать. И от чего все это непонятно. Посреди дня может стать страшно из-за чего. Хочется плакать от чего. От чего в этот момент вы хотите. Вот да, вы говорите, что... Вы думаете, что умирает. У вас мысли отмерти, но... Что за ними стоит? Какой эмоциональный фон у этого? Вы хотите смерти избежать? Или вы наоборот хотите, чтобы эта смерть вас настигла? Тревога прямо в груди, чувствую все. Тревога прямо в груди, чувствую все. Что именно все вы чувствуете? Тревога по какому поводу? То есть, понимаете, в данном контексте тревогу можно увязать исключительно с тем, что вы подсознательно чувствуете, что живете неправильно. Ну, не так, не так, как вообще хотелось бы жить. Ну, по крайней мере, это вытекает из того, что вы пишете. о себе. То есть, может быть, конечно, там и другая есть какая-то проблема, о которой я не знаю. Но на данный момент я полагаю, что так. На данный момент это видится так. Дальше. Даже не могу объяснить, что происходит в груди в этот момент. А зачем объяснять, что происходит в груди в этот момент? Как будто я испытываю сразу сильные эмоции радости и страха. Ну, правильно. Страх означает изменение чего-то в вашей жизни и изменение вы хотите. Поэтому радость и страх. Я думаю, это неуверенность в себе и запретно. Запрет на изменения. Отсюда такой конфликт. Это очень вымазывает. Ну, естественно, потому что вас тянет в разные стороны. С одной стороны вы хотите перемен, с другой стороны вы перемены эти себе запрещаете. И потому боитесь их. Специалистов у нас в городе нет, а терапевт думает, что это счастовичка. И что вы сделали, да? Чтобы проверить гипотезу. Специалистов у нас в городе нет. А специалистов какого плана? У меня было такое три года назад, то есть, когда вам было 19 лет, и я полагаю, вы уже были мамой. Ну, это может быть послеродовая такая депрессия, либо послеродовая травма, либо еще какие-то проблемы, да, связанные вот с родом, все-таки вы очень рано родили детей. Так, первый раз, так, ну, первый раз, конечно, хуже было, сейчас я держусь как могу и никому это не показываю. Дарья, что движет вами, никому не показывать? Что движет вами, держаться? Вы серьезно думаете, что это поможет вашим детям? Вы серьезно думаете, что это сделать детей счастливыми? И мужа? А, и тогда я сдавал анализы на ТТГ и делал узыщие талитки, все было хорошо. Ну, все было хорошо тогда, может быть, на этот раз все нехорошо. Обследование в любом случае пройти нужно. Все это прошло, и вот сейчас повторяется. А вы думали, что это прошло, и все, и никогда не вернется, само по себе? я раздражаюсь нервничаю через любой мелочью. Это может быть связано с неудовлетворенностью, тем, что вы не принадлежите сами себе. Дети не дружат между собой, и от каждого их крика я начинаю психовать, и все зло всегда срываю на близких. Дети не дружат по причине того, как вы их воспитываете. Да? По этой причине дети не дружат. То есть они не дружат не потому что они вот сами сами не дружат. Да? А они не дружат именно потому, что вы не научили их дружить. Вы не научили детей жить в гармонии с собой, грубо говоря. И это, в общем-то, понятно, потому что вы и сами не в гармонии с собой находитесь. Согласитесь. Дети страдают из-за того, что вы в браке. Да? Не свободны. Вы говорите не на что жаловаться. Вроде бы, да. Может быть, может быть, жаловаться не на что. Но любите ли вы своего мужа? Желанные ли были дети? Может быть, они и кричат потому, что чувствуют. Чувствуют, что как бы вы не хотели их детей в смысле не хотели. Понимаете? Вот. Среди, по сути, это отражение того, значит, какой эмоциональный фон даете им вы. Знаете? Вот. И мне представляется ситуация именно так, что нужно вот именно с этого начать. На самом деле. Именно вот в данном контексте нужно начать именно с того, чтобы определить, какой посыл выдают с детями. Как вы сами чувствуете себя в браке. Далее. Срываю злость на близких. Начинаю психовать. Да? Вот. Из-за чего психуете? На что злитесь? У меня всегда все плохо. Ходящий человек негатив. Самой от себя точно это могут быть панические атаки. Не знаю, надо диагностировать. Я психологи не врачи. То, что вы ходящий негатив, это опять же то, что вам вносили родители. Родители вложили в вас негатив, вы сейчас негатив. От этого можно избавиться, если найти корень этого негатива. Корень негативной установки. которая негативная установка не ваша, а другая. Это вложенная вам. Дальше, значит, так, я 4 года в декрете, в последнее время этот факт меня убивает. Почему? Мне хочется отдохнуть, погулять, но я не могу. Вы не можете, вы не хотите. Всегда можно погулять, отдохнуть, оставив детей, например, хотя бы с мужем, когда он не работает. Или пригласив подруг, родственников там и так далее. В нашем городе нет ничего для детей. Понимаете, дело не в этом. Дело не в том, что в вашем городе нет ничего для детей. Может быть, в вашем городе и нет ничего для детей, но у всех есть компьютеры, у всех есть мобильные телефоны, где можно включить мультики и так далее. Можно игры, в конце концов, какие-нибудь детям поставить. То есть всегда можно найти сейчас, чем занять детей. Дело не в этом. Дело в том, что вы не ищете сами возможностей для этого. Вам легче и проще переживать, потому что таков ваш посыл, таков ваш вектор жизненного пути, что вы несчастны и вы страдаете. Если вы не будете несчастны и не будете страдать, скорее всего, вам будет некомфортно. Так, значит, да и для взрослых тоже. А если в нашем городе, в вашем городе нет ничего для детей, зачем вы вообще тогда заводили детей? Или вы считали, что детей можно там будет кому-то отдавать, и чтобы они там жили как-то сами по себе? Непонятно. Для взрослых тоже. А разве взрослые не могут сами себя занять? Непонятно. Опять же, в теории вы можете детям уже 4 года, да? Соответственно, они достаточно взрослые, и их можно отправляться с погоной с бабочкой, с дедочкой и так далее на пару дней, а вам с мужем нужно выехать на природу и побыть вместе вдвоем. Так, поехать в другой город, нет возможности заработать мужем. Но вы понимаете, в другом городе все будет то же самое. То есть, это не от города зависит. Это зависит скорее от того, как вы позиционируете сами себя. Это зависит скорее от того, как вы относитесь к себе. Значит, что мне делать дальше, как жить с этими проблемами? Ну, жить с этими проблемами не нужно, их можно решить. Что делать дальше? Записаться на консультацию к психологу, который вам по душе и начать с ним работать. Исходя из того, что вы написали, я полагаю, что у вас есть с одной стороны негативная установка, возможно, запрет жить, стремление к смерти. С другой стороны, у вас есть предписание не принадлежать себе. Плюс непонятен мотив так быстро выйти замуж и так быстро обидеть детей. 22 горя вам сейчас 15 лет вы стали мамой. Зачем заграна? Непонятно. Для чего заграна? Тоже непонятно. Зачем от заграна семья? Тоже непонятно. То есть вот это является корнем. И соответственно освобождение ваших внутренних запретов от запретов освобождение от запретов позволит вам начать в своей жизни что-то менять. Не говоришь что-то радикально, не говорю что что-то кардинально может быть кардинально и не стоит но менять что-то однозначно нужно. Без анализа ваших отношений с родителями без получения больше информации о вас без разбора более подробного вашего состояния сделать это практически невозможно. Перед консультацией обязательно обратитесь врачу пройдите полное медицинское обследование потому что это не совсем нормально что вы просыпаетесь и у вас колотится сердце и воздух не хватает. То есть понимаете это не совсем не совсем нормально. Также я вам рекомендую перестать студировать интернет в поисках объяснения того что с вами. То есть не надо самой себе ставить диагноз. Ого. То есть допустим это панические атаки. Допустим. Вам нужно их лечить. Полечиться. Знаете лечиться но не самостоятельно. И в целях лечения вы можете поехать в другой город. Но нужно определиться с тем чем изначально вы руководствуетесь по жизни вообще. Понимаете. О. На этом все. Я надеюсь что помог вам. Если вам понравился мой ответ я буду благодарен если вы сделаете его лучшим. Значит если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь. я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч.